На аэродроме гвардейцы Кенельского района запускают беспилотник. Специалисты знакомят студентов с оборудованием и техническим обеспечением. По той телеметрии, которая передается с борта, мы видим, что самолет полностью работоспособен, не требуется никаких вмешательств оператора. Ну, значит так, вот еще по этому, если смотреть. Вот это авиагоризонт. Да, это я знаю. То есть это показывает его положение в пространстве, самолет. Эксплуатация беспилотных авиационных систем – новое направление подготовки в учебных заведениях. Но оно уже входит в топ-50 самых востребованных на рынке труда и считается одной из самых перспективных профессий. В прошлом году сразу в трех учреждениях среднего профессионального образования прошел набор студентов на эту специальность. Когда Данил Денисов узнал об этом, сразу решил – это то, что ему нужно. Я понял, что это что-то новое, то есть для меня это стало интересно. И я решил пойти и уже начать познавать эту специальность. Ну и в основном ее тоже престижность, потому что она новая, сейчас пока развивается. Сфера применения беспилотников обширна. С их помощью мониторят линии электропередач, нефтегазопроводы, леса и дороги. Беспилотники используют в военной сфере, в сельском хозяйстве, медицине, в горнодобывающих отраслях. На приобретение учебного оборудования для Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Козлова из областного бюджета в 2019 году выделено около 16 миллионов рублей. Почти на 10 миллионов закупили беспилотные летательные аппараты в Поволжском государственном колледже. Все колледжи, реализующие программы из перечня ТОП-50, они так или иначе в разных объемах, но получили средства на приобретение соответствующего современного технологического учебного оборудования. В ближайшем будущем в Самарской области планируется начать подготовку и специалистов по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Андрей Горгуленко, Никита Борисов, Василий Колдашов. События.